А керманская крепость вновь ожила под музыку и на этот раз звучал джаз. Масштабный гала-концерт, который прошел в Белгороднестровской крепости, взбудоражил весь город. Цель мероприятия – вдохнуть новую жизнь в фортетю и возродить ее. И сегодня, как пример того, что именно площадка крепости может стать площадкой событийного культурного туризма. Большой гала-концерт при участии ведущих одесских артистов – это камерный оркестр Одесской филармонии, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Кузнецов. Нам удалось пообщаться с самим Юрием Кузнецовым. Артист – коренной одессит, объездивший многие города, признался, что в крепости первый раз и впечатление от увиденного самое положительное. «Это ощущение себя в другом мире. Эти камни хранят вечную мудрость. Может быть мудрость, может быть глупость человеческую. И войны, и счастье, и возрождение, и разрушение. Мы здесь видим все. И когда люди умели строить, а кто-то другой разрушал. И вот это вот постоянное взаимодействие добра и зла, наверное, это суть жизни человечества, существования человечества». По словам Юрия Кузнецова, джаз – это самый оптимистический вид музыки 21 века. 45 лет своей жизни артист посвятил джазовой сцене. «А потом возможность играть каждый раз другое. Не просто тебе вот за уши ведут, играй вот только так, как композитор написал. А ты можешь и так сыграть, и так сыграть. И это восхитительное ощущение, что ты ведь каждый раз просыпаешься совсем другим человеком». Джазовая атмосфера заполнила просторы Акерманской крепости. Ребята знают, как поднять настроение нашим жителям. Ну и хедлайнером концерта стала известная грузинская пианистка Хатеи Бунятишвили. Итак, в белом городе на Днестре гости и жители Акермана насладились джазовой музыкой в стенах родной крепости, а открыл концерт губернатор Одесской области. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.